МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Чаще и чаще, несмотря на капризы погоды. Уходящий год был посвящен экологии в Российской Федерации. Многое было сделано для выявления нарушений в этой сфере и для улучшения качества жизни россиян. Теперь настало время подведения итогов. Отчет представили и в природоохранной прокуратуре. Охрана окружающей среды и ответственная природопользование становятся все более важными задачами государственной политики. А экологическая безопасность является составляющей частью национальной безопасности России. В 2017 году в природоохранной прокуратуре выявлено свыше полутора тысяч нарушений федерального законодательства. Наибольшее количество нарушений выявлено в сфере обращения с отходами производства и потребления, нарушения в сфере охраны атмосферного воздуха, нарушения земельного законодательства, нарушения законодательства об отходах производства и потребления. Наибольшее количество нарушений в сфере обращения с отходами. Несанкционированные свалки в этом году стали проблемой регионального масштаба. 2017 год в России объявлен годом и особо охраняемых природных территорий. Незаконная охота и рыбалка в таких зонах преследуются с большой строгостью. 2017 год также объявлен годом особо охраняемых природных территориях. При этом необходимо отметить, что в этом году в рамках осуществления надзора сотрудниками природоохранной прокуратуры установлен факт осуществления незаконной добычи животных, то есть факт незаконной охоты, произведенной на особо охраняемых природных территорий регионального значения. Ущерб от незаконной охоты составил свыше 100 тысяч рублей. Год экологии позволил обратить внимание на те проблемы области, которые тянутся годами. В 2018 году контроль за нарушениями в сфере природопользования продолжится. Одной из самых обсуждаемых тем года стал переход большинства предпринимателей на новый порядок применения контрольно-кассовой техники. С 1 июля на новые кассы перешли все розничные магазины. Какие изменения ждут предприниматели в следующем году, смотрите далее. С этого года, если говорить проще, все кассы обязаны подключаться к интернету и отправлять электронные версии чеков в налоговую. Цель онлайн-кассы – защитить бизнес от нечестной подпольной конкуренции. Появился второй срок, разбили на второй этап. Получается, что здесь налогоплательщики, которые ранее не использовали контрольно-кассовую технику, это тоже плательщики НВД и патент на системы налогоблажения, которые не имели и не имеют на момент осуществления деятельности и регистрации контрольно-кассовой техники работников, с которыми заключены договора, трудовые соглашения. У них срок переносится на 1 июля 2019 года. В 2018 году предприниматели Рязани смогут получить 18 тысяч рублей за покупку новых касс. Вычет на приобретение кассовой техники также будет распространяться на покупку фискального накопителя, программного обеспечения и услуг по настройке кассового оборудования. Получить вычет можно будет за каждую единицу техники в пределах суммы. Этот вычет в размере 18 тысяч на каждую контрольно-кассовую технику могут получить только те налогоплательщики, которые зарегистрируют в налоговом органе кассу нового порядка до 1 июля 2018 года. Сейчас на территории России на новую технологию онлайн-касс перешло более 70% ритейлеров. Мы первыми в Рязани зарегистрировали новую онлайн-кассу нового образца. Причем зарегистрировали через личный кабинет на сайте налоговой службы. Но вот больше года уже работаем с этой кассой, проблем у нас вообще никаких не возникает. Уже успели фискальный регистратор поменять второй раз. С обновлением тоже никаких проблем не возникло. В перспективе новая технология позволит рассмотреть вопрос об исключении налоговой отчетности для отдельных категорий налогоплательщиков. Новые аппараты станут прозрачными и для налоговой службы, и для потребителей. В Рязанской областной клинической больнице назначили нового главврача. Об этом сообщили на сайте регионального Минздрава. Приказ о назначении Дмитрия Хубезова вышел в пятницу 29 декабря. Напомним, в середине декабря Александр Кузнецов покинул пост главврача ОКБ по собственному желанию. Дмитрий Хубезов закончил Рязанский государственный медицинский университет в 1995 году. Затем прошел интернатуру по хирургии и ординатуру по коллапрактологии. Трудовую деятельность начал в ОКБ в 1996 году хирургом-коллапрактологом отделения коллапрактологии. В 2002 году возглавил это отделение. С 2014 является начальником хирургической службы ОКБ. С сентября этого года по настоящее время заместитель главврача по инновационному развитию. С 2015 года заведующий кафедрой хирургии, акушерства и гинекологии Рязанского государственного медицинского университета. Доктор медицинских наук, доцент. 29 декабря из-за бесхозной сумки, найденной в торговом центре НИТИ, была оцеплена территория вокруг торгового центра. В результате проверки опасных и взрывных устройств не обнаружено. В преддверии Нового года сотрудники полиции рассказали о том, как будет работать служба в праздничные выходные. В ночь 31 на 1 будут нести службу порядка 500 сотрудников полиции, около 100 сотрудников Росгвардии, плюс привлеченные инженерно-техническое отделение, то же самое Росгвардии. Всего на улицах наших сел и городов по области будут нести службу порядка полутора тысяч сотрудников. Все следственно-оперативные группы немедленного реагирования будут усилены двойными нарядами. Единственное, что хочется сказать, что в этом году будут дополнительные нововведения, что все сотрудники патрульно-постовой службы будут оборудованы системой видеофиксации и видеонаблюдением «Дозор», которые сегодня администрация города торжественно вручила в батальоне патрульно-постовой службы полиции. Не успела начаться зима, как уже пришла весна. Реки Рязанской области вышли из берегов. Сообщение об этом появилось на сайте Окского заповедника. Там же отметили, что декабрь в этом году оказался очень своенравным и непостоянным. После обильных снегопадов пришла оттепель. Снег растаял, вызывая подъем воды в болотах и на реке Пра. Кратковременное понижение температуры в середине декабря не остановило подъем воды в реке, и теперь внизу в их текут почти весенние ручьи. Около поселка Бракенбор вода на пре поднялась к высоким берегам и заливает пониженные участки. Вода также выходит и на лесные дороги. Напомним, ранее из-за теплой погоды в Рязанской области затопило несколько мостов. К другим темам. Полицейский Дед Мороз продолжает радовать рязанцев. 27 декабря он поздравил автолюбителей на одном из стационарных постов ДПС. А затем Дед Мороз и Снегурочка отправились в Рязанскую школу-интернат Вера, где поздравили ребята, подарили им сладкие новогодние подарки. Под радостные крики детей появляется Дед Мороз и Снегурочка. Два самых желанных гостя в Новый год. Ребята подготовили для них веселую концертную программу. Они рассказывали стихотворения, все вместе пели песни, а после гости были приглашены на чаепитие. Дед Мороз вручил детям вкусные подарки. Такое мероприятие проходит уже не в первый год. Это добрая традиция встречи полицейских со своими подшефными в преддверии Нового года. Временно исполняющий обязанности начальника управления по работе с личным составом ОМВД России по Рязанской области, полковник внутренней службы Вадим Черемисин, от лица всей Рязанской полиции поздравил с наступающими праздниками всех присутствующих, вручил воспитателям памятные подарки и поблагодарил за радушный прием и доброе дело, которому они посвятили свою жизнь. В завершении мероприятия дети хором поздравили гостей и пожелали им счастья и здоровья в Новом году. Дети также поблагодарили полицейских и попросили их приезжать к ним чаще. Добрый волшебник посетил также детей рязанских полицейских. Особое внимание было уделено семьям сотрудников полиции, находящихся в длительных командировках. Здравствуйте, Дедушка Мороза ждете? Да, да, да. Сотрудники рязанской полиции, кому выпадает честь поздравить детей своих коллег, с большой радостью и особым трепетом относятся к этой непростой миссии. В каждой семье Деда Мороза и его внучку ждут с нетерпением. Дети с выражением читают стихотворения про зиму и поют новогодние песни для дорогих гостей. Ветер бушует над двором, низ гор побежали ручьи, Морозу и водом-дозором входит в владения свои. За хорошее поведение и радушный прием полицейский Дед Мороз и его помощница Снегурочка щедро вознаграждают детей и дарят им желанные подарки. Праздничные визиты проходят в рамках Всероссийской акции МВД России «Полицейский Дед Мороз». Помимо этого, дедушка и его спутница, кроме семей полицейских, поздравляют и обычных прохожих. Желаем счастья в наступающем новом году. Дети – цветы жизни. Чтобы они смогли создать достойное будущее для следующих поколений, в юном возрасте им часто требуется помощь. Рязанский фонд «Про детство» работает с 2015 года и оказывает поддержку ребятам с ограниченными возможностями здоровья. Большинство подопечных фонда находятся в интернатных учреждениях. Но организаторы всегда откликаются на призыв о помощи из обычных рязанских семей. О проделанной работе фонда и о грядущих планах расскажет Валерий Седов. Мальчика на фотографии зовут Кирилл. Сейчас ему всего 8 лет. У маленького Кирилла задержка психоречивого развития с аутостическими проявлениями. Родители не опустили руки и занимаются с ребенком самостоятельно. Кирилл долгое время проходит реабилитацию и обнаружили родители, что есть в Самаре центр, который занимается подобными нарушениями. Кирилл очень хорошо стал реагировать на реабилитацию в этом центре. И они обратились к нам за помощью, чтобы мы смогли помочь оплатить им курс, очередной курс в этом центре. Так как семья многодетная, им самим очень сложно. Ну и в общем-то, сами понимаете, что все эти реабилитационные курсы достаточно дорогостоящие удовольствия. А для того, чтобы динамика была, их нужно проходить регулярно. Фонд про детство уже два года помогает детям, которые воспитываются в семьях, а также тем ребятам, которые проживают в интернатных учреждениях. Исполнительный директор Инна Сучкова заявила, что помочь детям может каждый. И порой небольшая история, совсем обычная просьба о помощи превращается в настоящую новогоднюю сказку. Существует программа «Здоровый ребенок», куда преимущественно входят дети из дома ребенка с патологиями здоровья. Врачи центра – неравнодушные люди. Они часто ищут клиники, порой даже в других городах, для того, чтобы в раннем возрасте сделать операцию реабилитировать ребенка. В дальнейшем такие дети отправляются на усыновление. Подавляющее большинство таких ребят находится в возрасте от 3-4 лет. И в незнакомом медицинском учреждении им тяжело находиться одним. К тому же, не все клиники берут детей на лечение без няни. Не первый раз уже организовываем сбор на круглосуточную нянесиделку, которая будет с малышом, на протяжении всего периода нахождения в больнице. Она помогает ухаживать, она занимается с ребенком. Ну и сами понимаете, что маленький ребенок, который лежит в больнице, без ухода просто не сможет. Там он начинает того момента, что у него перевязки, иногда ему двигаться нельзя, в туалет он захотел просто покричать. Все-таки это очень маленький ребенок. На просьбу о помощи люди откликнулись практически моментально. История о маленьком ребенке распространилась настолько быстро, что в фонд приходили пожертвования из Санкт-Петербурга и Парнаула. В результате собрали нужную сумму, которая превышала заявленную. Вырученные деньги также пойдут на помощь девочке, которая понадобится ей в дальнейшем, уже после операции. Хоть фонд про детство существует не так давно, его организаторы уже сумели изменить ситуацию во многих школах и интернатах к лучшему. Мы смогли оснастить кабинет для аутистов в школе-интернате Веры. Мы смогли оборудовать компьютерный класс в Рязанской школе-интернате. Было еще много мелких проектов. Ну и в общем-то сейчас новогоднюю неделю помогали подарками. Но не в интернатах, большей частью, а именно для детей с ограниченными возможностями здоровья. Это и подарки для детей из Центра психолого-медицинской помощи, и из Центра ДЦП, и в общем-то много других подарков. Вчера вот я, например, передавала подарки для детей, которые находятся в Центре беспризорных. Инна Сучкова рассказала, что фонд старается помогать всем нуждающимся. Первым делом идет сбор пакета документов, где прописываются, что лечение не входит в так называемый ИПР – индивидуальный пакет реабилитации. Государство его прописывает каждому ребенку с ограниченными возможностями здоровья. Бывает и так, что по тем или иным причинам пакет ребенку не подходит. В этом случае и помогает фонд. Но, к сожалению, порой приходится и отказывать. Кому-то мы отказываем, потому что либо не можем эту сумму собрать, то есть мы не берем онкологию, у нас есть ограничения по сумме. Виной ограничению по сумме являются мошенники, которых в последнее время можно заметить на улицах, парковках или в общественном транспорте. По словам Инны Сучковой, которая входила в экспертную комиссию при правительстве Рязанской области по борьбе с мошенническими организациями, пожертвования наличными средствами собирают только мошенники. У нас есть страничка ВКонтакте, Фейсбуке, где мы практически ежедневно выкладываем отчет о нашей деятельности. Нас поддерживают многие средства массовой информации, в общем-то достаточно известные люди. Если вы введете в интернет фонд про детство, вы увидите ссылки на те дела, которые мы делаем. Помочь детям прямо сейчас может любой желающий. Для этого нужно отправить смс на номер 7715 с текстом «Сказка», «Пробел», «Сумма пожертвования». Сотворить чудо можно и самостоятельно, при том сделать это, не прилагая больших усилий. Валерий Седов, Игорь Глотов, телекомпания «Город». Декабрь совсем не декабрь. Так и слышится в Рязани со всех сторон. Первый зимний месяц побил все рекорды метеонаблюдений за прошедшие 70 лет. И стал самым теплым декабрем. О том, какая погода ожидает рязанцев на новогодние праздники, и повлияло ли общее потепление на планы и настроения рязанцев, расскажем далее. О том, что буквально через несколько дней наступит Новый год, напоминают численники, наряженные елки, праздничное убранство города, но никак не погода. Все-таки в нашем сознании непременным атрибутом праздника является пушистый белый снег, катание на осанках и коньках, игра в снежки. Но в этом году коробки, установленных по городу катков, огораживают мокрый грязный асфальт, а юмористы придумали новый вид развлечений. То, что сейчас происходит в природе, пользователи сети интернет уже назвали декабрьским апрелем. В этом году погода побила температурный рекорд за последние 70 лет. Синоптики объясняют аномалию частой смены воздушных масс. Атмосферные вихри затягивают то теплый средиземноморский воздух, то холод из Арктики. Кстати, к новогодней ночи никаких существенных изменений в погоде не произойдет. В предстоящие дни, а следовательно и в новогоднюю ночь в Лизании области, сохранится очень теплая временами с небольшими осадками погода. В отдельных районах метеоусловия будут способствовать образованию туманов. Температура воздуха в ближайшую неделю, так как и в эти дни, будет очень высокой, аномально высокой и близка к рекордным значениям. Будет колебаться и ночью, и днем около нуля, от минус трех до плюс трех градусов, что выше климатической нормы на 8-10 градусов. В новогоднюю ночь и 1 января температура будет колебаться от минус трех до плюс двух. Значительных осадков в виде снега не предвидится. Так что наш Новый год будет больше похож на европейский. Мы решили выяснить, повлиял ли данный факт на настроение рязанцев и на их планы празднования Нового года. Оказалось, что они молодцы, и погода их праздничному настроению не помеха. Конечно, хотелось бы, чтобы был снежочек в Новый год, но не повлияло. Зачем внимание на погоду обращать? Потому что мы с этим ничего сделать не можем, а с настроением можем. Можем встречаться с друзьями, покупать подарки, наряжать елку. Я думаю, что мы сами властелины своего настроения, и погода никак не должна на это влиять. Все от нас самих зависит. Потому что как человек себя внутри настроит, так и будет. Потому что настроение мы создаем сами себе. Дети вот идут к Деду Морозу попросить, чтобы он нам снег принес на Новый год. Без снега тошно, конечно. Пожалуй, помочь нам действительно может только Дед Мороз. Так что будем надеяться, в длинные новогодние выходные нам доведется покататься на лыжах, коньках, а также поиграть в снежки не грязью, а хрустящим белым снегом. Ирина Ковалева, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Несмотря на все капризы природы, погрузиться в атмосферу праздника могут уже все рязанцы. В музее СССР для жителей и гостей города открыта выставка советских Дедов Морозов. Прикоснулась к прекрасной сказке в этот раз Ирина Ковалева. Экспонаты музея СССР в любое время года способны перенести нас в прошлое. Но в новогодние праздники это путешествие будет особенно приятным. Новогоднее убранство времен Советского Союза кого-то перенесет в пору молодости, людей помладше в детство, ну а для современных детей станет настоящим открытием. В этом году праздничная выставка включила в себя более 350 новогодних открыток, бесчисленное количество игрушек, а также елки и гирлянды. Но все же главное место здесь занимают фигурки новогодних волшебников. В разных вариациях Дедушек Морозов здесь представлено около семи десятков. И с каждым из них связана своя история. Так, например, этому дедушке 37 лет. Жил он в семье, где было трое детей, до музея дошел без руки. Однако после небольшой реставрации стал одним из самых ценных экспонатов. А это самый великовозрастный волшебник. Сделан он был в 1963 году. Конечно, все эти игрушки разительно отличаются от их современных собратьев. Раньше игрушки делались вручную полностью. Сейчас это конвейер, даже если это стекло. Ватная игрушка – это полностью ручная работа. То есть из обычной ваты можно было и до сих пор, конечно, можно сделать. Я думаю, что они отличаются тем, что они из души какой-то сделаны. Ну, не знаю. Добрые они были. Сегодня, вспоминая традиции прошлого, в одной из мастерских нашего города делают похожие игрушки из ваты. Их, кстати, тоже можно увидеть на выставке в музее СССР. Они очень похожи на советские игрушки и совсем не выбиваются из общей атмосферы путешествия в прошлое. Когда на столах не было так много продуктов, как сегодня, но было душевнее и радостнее. Когда сюда приходят взрослые, они видят вот тех же Дед Морозов, те советские елочки. Хочется все это осуществить заново. Допустим, для нас было праздником просто мандарины. Украшали елку тем же конфетами, которую дети иногда что успели достать, там где-то снизу разворачивали, съедали, а фантики оставались. И это, конечно же, уходит, потому что, наверное, жизнь меняется в лучшую сторону. То есть конфеты мы кушаем каждый день. Но все равно мне, как взрослому человеку, так же хочется на елку повесить те же конфеты. Погрузиться в атмосферу советского Нового года можно будет и во время новогодних выходных. Наверняка предметы из прошлого вызовут только светлые воспоминания и создадут праздничное настроение. Ирина Ковалева, Роман Вихров, телекомпания «Город». Это все новости на данный момент. Следите за событиями на нашем официальном сайте. С наступающим Новым годом и до встречи. Жилой комплекс «Рассвет» в Дядьково – это пилотный проект фонда «Центр поддержки предпринимательства Рязанского муниципального района». Сбалансированные планировки одно- и двухкомнатных квартир, высокий уровень строительных и отделочных работ являются неоспоримым преимуществом данного проекта. Хорошая транспортная доступность и развитая инфраструктура в сочетании с тишиной и экологичностью загородной жизни. До конца октября действует акция «Скидка 3000 рублей с квадратного метра на квартиры на пятом этаже». Приезжайте, выбирайте, покупайте, живите, радуйтесь. Внимание, внимание! Сообщаем сводку от Новый год информбюро. Сегодня войска Деда Мороза обнаружили группировку настоящих европейских салютов. Город Рязань, торгово-развлекательный центр, премьер, павильон на парковке. Салюты были окружены и сейчас сдаются на наших условиях. 50% от суммы покупки каждому покупателю в подарок. Успей, будем держать акцию до 27 декабря. Повторяю дислокацию. ТЦ «Премьер» павильон на парковке. ТЦ «Премьер» павильон на парковке.